друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено у нас такой проблеме с которой редко но метко сталкиваются все птицеводы это касается людей которые держат и канареек и волнистых попугаев вот у меня сегодня кстати хорошие новости вот волнистые попугаи второй выводок в общем те люди кто держит и волнистых и канареек и даже амадин даже не то что даже а часто заводится такая проблема у канареек у амадин и у волнистых попугаев тоже гамозов клещ поговорим с вами о гамозовом клеще как сделать профилактику и как можно избавиться от гамозового клеща простым народным я бы сказал дедовским методом в общем многие заводчики живут в таких местах где в аптеках нету препаратов специальных которые нужны для профилактики ну и допустим также многие не хотят использовать химию дабы не отравить птицу потому что ну можно сделать передозировку все это не испытано особо так я вам посоветую значит такое дело друзья для того чтобы сделать профилактику гамозового клеща возьмите несколько жордочек палочек я подготовил вам образцы значит смотрите берем вот такую вот палочку жордочку из чего угодно вот это вот ботва кабачка она достаточно твердая одну птичку я думаю удержит амадину канарейку но внутри она полая видите а есть вот это вот ботва лебеды или щели или щерица у нее внутри вот такая вот как бы мягкая мягкая внутренность вот ветки черешни я заблаговременно сделал в них отверстие сейчас я вам покажу крупным планом вот видите отверстие в общем иголкой или гвоздиком через шуруповерт просверлите много много отверстий в любой жордочке и вот такую вот жордочку с отверстиями вы помещаете клетку где будет ваша птица которая страдает гамозовым клещом который мучает гамозов клещ вот вы установили на ночь птичка здесь ночует гамозов клещ нападает на птицу а к утру этот гамозов клещ он прячется вот в эти отверстия которые в жордочке вы заранее сделали это природа жизни гамозов клеща он прячется в укромные места и вот вы утром берете эту жордочку и просто ее выкидывать но желательно как вот старинку в старину делали сжигать эти веточки чтобы гамозов клещ погибал чтобы он не распространялся нигде на день не на веку птицу никуда и вот таким образом вы можете сделать профилактику своим птицам ну в основном это касается вновь приобретенных просто вот недавно был случай человек приобрел в зоомагазине птицу а у него оказался гамозов клещ а когда разговорились я говорю как вы узнали что гамозов клещ и человек мне рассказал что вот птица сидит дергает крыльями топает ногами как бы пытается что-то ее беспокоит постоянно поправляется постоянно чешется ну крыльями хлопает такого никогда не было их чтоб ножками топала то есть это все все симптомы того что у птицы появился гамозов клещ в общем друзья пробуйте вот такие вот палочки с отверстиями пусть птичка на них ночует ночью гамозов клещ активный к утру он прячется в общем все просто но если у вас допустим такая ситуация что птица на гнезде сидит и гамозов клещ без труда может прятаться и в скворечнике и в щелях между этим скворечником много стыках то там уже нужно будет применять обработку химическими препаратами можно конечно попытаться заварить отвар ромашки отвар полыни попрыскать попшикать допустим чистотела еще пудра есть можно ей попытаться попрыскать только на птицу стараться чтобы ей рот в глаза не попадала потому что некоторые говорят что это вредно некоторые говорят что это не вредно в общем друзья вот такая вот профилактика гамозов клеща будет я думаю вам очень будет это полезно потому как гамозов клещ относится к кровососущим и очень сильно может навредить вашей птице пока я снимал видео пошел дождь друзья сейчас птица под дождем сидит значит это вот сегодня с нами нам позирует мой второй выводок волнистых попугаев малышня вон видите какая уже все сами научились кушать клювики у всех он еще видите кончики клювика черненькие то есть вот таких вот самое время брать на приручение птица довольно таки хорошо идет на контакт воспринимает человеческую речь в этом возрасте можно приручать и учить разговаривать сейчас немножко попозирует друзья на этом я вам скажу до свидания пожелаю вам здоровья птицам вашим здоровья подписывайтесь на канал продолжение следует всего вам доброго до свидания